привет всем вы на канале позитивный огород сегодня у нас 20 июня и покажу вам что у нас растет сейчас на огороде уже цветут кабачки это у нас кавили начали завязываться эти кабачки и очень много вот видите цветочков у них с кабачками другие кабачки тоже начинают свисти вот эти кабачки которые у нас померзли они начали отходить отошли вроде бы здесь лук растет этот лук садили мы на зелень чесночок земляника горох такой же он большой этот горох должен быть с фиолетовыми стручками посмотрим какой будет этот обыкновенный зеленый горох начал цвести здесь у нас лук оксибишин но там это наша картошка сколько много картошки здесь морковка посажена с одной пачки на в этом году садили здесь салат всевозможный капуста мизуна немножко базилика такой фиолетовый зеленый здесь у нас идет свекла это у нас помню как называется типа свекла от которая такая вот она интересная пока вот молодые листочки они достаточно такие вкусные а затем они конечно будет не очень хорошие мангольд вспомнил это называется здесь баклажаны остатки высадили и горох попозже который будет расти лук опять же к себе шин ялтинский порей капуста лук китайский я вот так называю дальше у вас пошла пить морковка такая грядочку морковки потом надо будет может быть немножко прорядить вот так вот она по всходила здесь у нас свекла свекла бордо цыган очка вроде бы такие вот сорта здесь опять же лук доматы которые на земле у нас растут нас холодно сегодня ночью вообще было три градуса наверно всего потому все накрывали опять ну конечно на земле они практически не растут хотя вот эти видите низкорослые так хорошо распушились томатики здесь и любаша и демидов все возможные томаты что не вошло в теплицу то растет здесь картошка отошла после заморозков распушилась мы и поливали у нас сухо было очень такие вот такой вот огородище баклажаны уже завязываются баклажанчики и белые начинают так потихоньку и и темненькие вот беленький уже начал расти темненькие тоже вот они темненькие начинают только-только завязываться огурчики здесь у нас изящный и необыкновенное чудо несколько было прохладно поэтому листа видите такая не очень опрятная то что холодно здесь у нас кукуруза на попкорн здесь у нас арбузы арбузики самые первые уже начинают завязываться ну погода если конечно позволит то будет хорошая арбуза все что не будет но не будет здесь дыни карамельная и медовая лакомка начали разогреться вот эти вот подарки из грядки вроде бы называются уже такой вот такие недостаточно хорошо завязываются маленькие что еще клубника покажу и клубнику здесь вот какая-то вот лесная трава растет значит она тоже скоро зацветет и клубника ну так в принципе она растет много дает усов некоторые я прищипываю некоторые прижимаю к земле здесь хорошенькая ягодка будет сыришка такие вот кустики лохматые они становятся потихоньку цветут так неплохо прям очень очень хорошо цветет видите как вот это целая вообще розовыми цветами какая-то на вся такая немножко в разнобой как-то цветет посмотрим немножко они начали ходит растать холодного сына все стоит на месте и мелкоплодка тоже начинает свистить это белоплодная пчела тут сидела причем тоже начала потихоньку где-то только начинают выходить цветоносы где-то хорошо так цветет но ведь она какая пушистая по сравнению конечно вот с этой тоже она в принципе него все хорошо так растут еще было если потеплее они еще лучше бы росли цветет она немножко попозже если крупноплодка уже цветет то вот это только-только зацветает покажу смородину черная смородина уже начала чернить такой вот кустик там достаточно неплохо цветет здесь тоже можно заметить что ягодок приличное такое количество хотя поначалу казалось что здесь очень мало будет сейчас вот кажется что даже такие ветки прям тяжелые тяжелые вид сада землячка барон соленмахер активно так цветет можете заметить какие цветоносы уже здесь начали завязываться первые ягодки такая вот красненькая ягодка очень ароматная вкусная такие хорошие мощные густы и цветоносы ну конечно тоже все благодаря подкормкам и зеленым удобрением и нашатырным спиртом и нитрофоска тоже работает эта грядочка трехлетка поэтому немножко поменьше цветет и наверное она будет цвести попозже посмотрим вот это очень активно цветет и в будущем конечно здесь будет хороший урожай ягодок очень вкусных ароматных обязательно посадите хотя бы ну я не знаю даже сколько хотя бы 6 наверное кустиков такие они разрастутся очень большие мощные и будет радовать вас замечательным урожаем землянички круглое лето до самой осени и здесь у нас капуста кукуруза на земле фасоль там немножко огурчиков на земле растут здесь на земле они даже растут у нас опять же капуста кабачки с краю здесь у нас тыква тыква начала уже тоже завязываться сползлась она уже везде кабачок не то уж как у кабачок даже не видел какой хорошенький уже скоро будет можно будет срывать тут обычные кабачки не кавили тоже смотрите сколько кабачков хорошенькие ну и тыква в ползет и вот здесь два кавили на земле тоже вот такие вот они такой вот огород малинка цветет смотрите сколько малинки целые заросли пчелы летают такая маленькая хорошенькая будет меньше наверно ягодок наливается много час сыра и хорошенькая здесь смотрите какая малина это вообще растет около поглеба сама собой наросла потом я вам сниму видео обязательно будем формировать малиновое дерево что на бонус такой крупный куст хорошие малины чем пчелы прям любят малину покажу вам еще такой симпатичный клевер растет красный быть и какой и в лес ходить не надо обалденный клевер очень красивый наверное сорняк конечно красиво очень цветет смотрите близненько так сделал мой кустик растут и новые грибочки то только они начали опять появляться в общем все потихонечку растет земляничку еще раз клубничкой покажу нравится нет как она растет именно на укровном меньше сорняков меньше с ней возни ягоды не такие будут не запачкаются попробуем в этом году впервые посадили так что получится увидим кустики вроде бы так неплохо растут подкормку никакой я не делал кроме зеленого удобрения также 1 литр на 10 литров воды и поливаем под корень убьют саму кустику тесет чтобы у нас зеленая масса очень хорошо так нарастала и чуть не забыл про корневой сельдерей такой вот сельдерей же начал нарастать корешок у него такой вот он в этом году мне впервые такой сельдерей какой-то попался интересный хороший видно сорт темная ночь вроде бы называется например хорошо так нарастает посмотрим как вырастет а вот этот сельдерей это у нас листовой он у нас перезимовал и смотрите начинает цвести можно будет собрать семена такой сельдерей листовой перезимовавший всегда или петрушку если перезимуют сельдерей они на следующий год цветут и покажу лучок оксибишина вот с этой стороны прям вообще хорошо заметно как разрастается луковичка видите какой он для осеннего потребления в самый раз он будет некоторые его хранят прям до самой не до весны но хотя бы до нового года точно у некоторых сохраняется а многие даже несколько луковичных сохраняется на семена чтобы посадить весной поэтому в принципе если хорошо высушить мне кажется он тоже будет храниться очень хорошо даже птички у нас так поют ведь редиску все посъели не садили вот съедала блохи все и диски поели в теплице когда садили очень рано и и оставили подсолнух здесь один там вон один и по огороду несколько есть пускай цветут в 10 села зацветочный кустырник челки любит собирать с него мед в принципе мы его тоже используем и вот здесь растет амарант начинает он уже формировать эту метелку ведь такой не у стволик красивенький красный ну такие два кустика здесь посажены там ежевика цветет уже в общем такая вот ежевика здесь начинает завязываться ягодки немножко травка конечно будет прополоть взяться и здесь тоже малина чего только тут нет малинка такие вот кустики и крыжовник не знаю есть крыжовник ничего нету надо тоже вот есть кое-где ягодки много отпала вон там висит хорошо было очень жарко он подпадал из-за шары хоть и поливали какой-то трава наросла зацвела чем за всем нужному класс да глаз и не успеваешь где-то блях просмотришь и что ты обязательно вырастет пчелки отлетают и за водой в основном сейчас и в тепличке перчик завязывается и толстый барон и воловье ухо вот это даже уже шоколадный почернел так скажем и белое золото в общем все потихоньку растет и вот это же магазины из магазинных семян тоже начал завязываться помидорки здесь огурчики которые попозже будет расти и вот эти огурчики тоже завязываются так как холодно немножко похуже стали завязываться придет тепло они начнут хорошо растет эти такой уж прям огуречина выросла чесночок с краю от всяких вредителей томатики а вот здесь еще у нас растет кинза уже она выпускает эти цветочные палки будет скоро цвести зелень очень ароматная можно добавлять при в блюда мясные зернышки конечно тоже их используют и при выпечке хлеба и также как приправу перемалывают в кофемолке практически во всех приправах кинза она используется в общем такой вот огород общем всем пока мы довольны посмотрим что будет дальше как будет что расти картошку мы кстати загребли уже потом обязательно выложу видео потом про то как мы загребали и и чем такие вот дела но всем тем кому видео понравилось было полезно подписывайтесь на канал заходите почаще в гости делитесь этим видео с друзьями и пока пока до новых встреч